Друзья, в связи с атаками на украинский сегмент ютуба и блокировкой ряда проукраинских каналов, мы временно отключаем комментарии. Надеемся, эта вынужденная мера дополнительно защитит аннексия нет от посягательств недоброжелателей. Возможность комментировать видео сохраняется в нашем телеграм-канале. Арсен Аваков вернулся в политику. Что за проект может быть у Авакова? Может ли или к кому он может примкнуть? Для чего Аваков на данный момент вернулся, уточню, в публичную плоскость? Он дал несколько интервью и заявил о том, что он есть. Знаете, я смотрел на Авакова, ну как бы ожидалось, возвращается человек, который носитель кучи информации, который сам человек интрига. Его увольнение, вот мы с вами здесь говорили тоже, тогда специальный выпуск включали. Ушли Аваковы или Аваков ушел. Я был уверен, что все-таки Аваков ушел, что он сыграл на это, он подыграл этой истории, потому что видел, что идет все где-то в тупик. Возможно, я не прав, но как бы человек интрига. Ожидалось, что что-то серьезное. И вот Аваков отдохнул, наелся хороших сыров, хорошей ветчины, попил хорошего вина у себя дома в Италии и вернулся сюда в Украину. И я сразу посмотрел на него и вспомнил историю между Кернесом и Добкиным. У тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст. Знаете, денег дадут, а вот голосов может быть и нет. Он был слишком скучен, он был не уверен. Он как бы говорил определенные посылы, но он как бы говорил их как бы так, знаете, не пропуская, как бы через эмоции. И у меня какое впечатление, мне кажется, что Аваков был уверен, что вот он вернется, и его тут будут встречать, что Арсен Борисович, спасай страну, мы все к тебе, на тебя вся надежда, смотри, что без тебя творят, вот твоя полиция уже в бандюков определенных превратилась. Он возвращается, вдруг он понимает, а он тут в принципе никому не нужен. Ну, понятно, рассчитывать на то, что у него все будет прекрасно, чудесно с Порошенко и его командой, ну, могут только те, которые там купились на вот это селфи Алексея Гончаренко, когда их там пару человек где-то на каком-то там форуме с Аваковым сфотографировались и выставили. Ну, я так понимаю, это был Гончаренко, очень типичный для него троллинг офиса президента. А теперь понервируетесь немножко, сволочи. Вот это было точно в стиле Гончаренко. На самом деле... Там на этом фото реакции много было со стороны аффилированных особ с Банковой? Там я Арестович рефлексировал. Да, 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 многие. И, ну, значит, оно сработало. На самом деле даже на этом фото видно, что и Аваков там как бы не в свои тарелки, не очень-то понимает, что происходит и будет ли от этого положительный негативный эффект. Нет, с Порошенко они могут договориться о ненападении. И показательно было на одном из этих эфиров, когда Порошенко обходил тему Авакова. А Авакова обходит тему Порошенко. На мой взгляд, это правильно. И оба поступают, ну, реально так, как надо. То есть не им сейчас входить в конфликт. Не нужен этот конфликт. Сегодня есть определенный ЗО. ЗО это Зеленский. Ну, главный ЗО это Путин, второй ЗО это Зеленский. С этим нужно бороться. А между собой как-то потом разберутся. Тем более, поскольку Аваков уже не при делах, то разберутся разве что на выборах. По-другому уже не выйдет. То есть в этой ситуации начинать какую-то возню Авакову было бы глупо. И он поступил в этот случай более-менее умно. А соближаться с Порошенко, ну, его фракция бороя за Антоненко. Его фракция бороя против произвола Аваковского. Ну, как бы ему это не очень светит. Да и вряд ли нужно. Электорально это. Не те, на кого рассчитывает Аваков, не те, кто поддерживает Порошенко, этого не воспримут. Это только минусует. Но он как бы к своим. Но свои это Арсений Яценюк и Вадимир Гройсман. Ну, как бы все хорошо, все прекрасно. Но Яценюка рейтингов нет. И он выпал с украинской политики. Он как бы исчез. У Гройсмана как бы рейтинги нет. Есть, но они очень неуверенные. И сам Гройсман думает, вот явится ко мне Аваков, а мне от этого будет плюс или от этого будет минус. Но его как бы столкают к Авакову. А они оба, Аваков и Гройсман, не уверены, нужно ли это им. Единственное, что им точно нужно, им нужен медиаресурс, им нужны денежные вливания. И это точно делает Ренат Леонидович. И появление Авакова сразу же на медиаресурсах Ахметова, оно как бы показывает, что тот его принял в работу. Это нормально, тем более это для него интересно. Это новый объект. Ахметов за годы Зеленского, благодаря диалерархизации имени Зеленского побогател. У него появились дополнители миллиарда, и часть из этих денег потратить на еще один политический проект можно. Но вот реально Аваков может быть очень жестким и очень влиятельным руководителем ведомства, но не политиком. Он ведь всегда примыкал и паразитировал на ком-то другом. Он вошел в политику, паразитировая на Ющенко. Ну, собственно, на братья Ющенко, на Петра Ющенко и на его племянники Ярославе. Он зашел на них и как бы там прицепился. Но тоже было не очень-то легко. Он везде побеждал только благодаря авторитету других. И вот в этой ситуации Ахметов может на него какую-то ставку делать, но ему нужно кому-то его определить. А он сегодня делает ставки на многих и просчитывает, кто перспективный, кто нет. У него самая перспективная ставка сегодня – это Разумков. Разумкова он будет вести, это точно. Разумков единственный, пока что кто стопроцентно проходной. Юлия Владимировна, ну, она проходная, но она неизвестна, чья она. Она сегодня с Ахметовым договаривается, а завтра поедет к Коломойскому говорить. Ну, как бы с ней не очень-то сподручно работать. Ляшко, ну, Ляшко как бы уже уходит в вчерашний день. Он даже мажоритарные выборы у себя на Черниговщине умудрился проиграть. Ну, как бы делать на него ставку, ну, можно потратиться. Ну, больше так, только немножко пругаться где-то и все. Яценюк Гройсман вот пробует Арсен Ахметов затолкнуть Авакова вот эту компанию, попробовать и нагнать рейтинг. А сама компания вот не уверена. А других пока что путей я не вижу. Личный проект Авакова, это безнадежно, ну, втягивать его в бывший проект нацкорпуса. Так нацкорпус 1% рейтинга, если не меньше. Ну, и плюс, они-то все время пробовали показательно демонстрировать, что они-то к Авакову никакого отношения не имеют, а тут их впаять в эту ситуацию. Там с этого процента полпроцента останется. Ну, как бы без вариантов. То есть, пока что вот такая растерянность. Он как бы носитель определенных фраз, он носитель скандалов, он носитель информации, он носитель интриги. И единственное, что он пока что из этого всего может хорошо использовать, это интригу. Вот он ее держит, и пока он будет ее держать, пока будет все как бы у него еще в подвешенном состоянии. А вот когда перестанет держать, как-то определиться, тогда это начнет как бы рассыпаться все. Я не думаю, что Аваков может быть очень сильным самостоятельным политиком. Вот сейчас он уже сделал, на мой взгляд, первую небольшую тактическую ошибку. Он демонстративно отрекся от Разумкова. Не знаю, может быть, у Ахметова была одобрена, что это отдельный проект, и тебе туда не нужно лезть, или сам Разумков не захотел, я уж не знаю. Или Авакову как бы личная позиция Разумкова не очень-то подходила, все-таки он довольно пророссийский. Но в любом случае он разрушил часть интриги. Все думали, а если он там с Разумковым? А что тогда будет? А сейчас об этом уже не думают. А вот эта группа, Гройсман и Яценюк, она все-таки довольно маргинальная. И мне кажется, что образ Аваков понемногу начинает сдуваться. Он должен был вернуться. Если бы он еще полгода посидел в Италии, здесь бы просто он бы приехал, а его бы даже таможники в Борисполе смотрели на него, а кто ты такой? А тут он все-таки вернулся, когда я еще помню, поднял немного интригу, но мне кажется, что ему нужно будет на некоторое время еще забираться с Украины и вернуться уже тогда, когда здесь будет уже серьезно полыхать. Когда будет какой-то Майдан, когда будет какое-то реальное противостояние, тогда он вдруг может появиться и как бы примазаться каким-то процессом. Вот тогда это может быть серьезно. И тогда он может оказаться, ну как бы, очень нужным человеком для той или иной среды. Ну вот тогда ему это удалось. А сейчас, ну сейчас это под огромнейшим вопросом.